Последняя, третья часть про гид, в которой поговорим что такое LFS и SSH. Зачем это, когда это надо и тому подобное. Знать об этом конечно же стоит, даже если работа идёт в одиночку. Охоё зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на всё что можно в описании этого ролика, не пожалеешь. Начну это видео с LFS. LFS это Large File Storage. Эта штука управляет большими файлами. Например, твоя текстура или 3D модель весит около 50 мегабайт. И LFS поможет уменьшить размер файла за счёт перевода её в текст. В общем там есть свои нюансы, как это работает. Под капот LFS не лезем, на данный момент это не столь важно. Вообще ограничений по размеру файла нет. Но чем больше файл, тем быстрее система начинает ломаться. Потому в GitHub есть ограничение в 100 мегабайт. Файл большого размера ты не загрузишь. Давай рассмотрим как это вообще используется на практике. Для начала нужно установить разрешение для гид с этого сайта. Называется оно вполне ожидаемо, git LFS. Скачивай, устанавливай и слушай дальше. Заходим в fork, репозиторий, git LFS, initialized LFS. Он у меня уже установлен, поэтому удалю и снова установлю. Всё, готово. В консоли видим вот такую команду. Я её показываю на случай, если тебе надо сделать подключение LFS не в форке, а в другой оболочке и ты не нашёл как это сделать. Тут ещё добавлю, что такая настройка LFS нужна только единожды на аккаунт. То есть, сделав такую операцию один раз, ты сможешь использовать LFS уже во всех остальных проектах. Запомни это. Теперь такая ситуация. Мы добавили в проект файл, размер которого достаточно большой. Я, например, добавлю что-то из своих текстур для 3D модели. Чтобы такие текстуры прошли через LFS, нужно использовать следующую команду git lfs track и format. Где git это операция с гитом, такой уже говорил в прошлых уроках. Потом LFS, ключевое слово для работы с большими файлами. Если бы мы не скачивали сайта и не устанавливали разрешение в начале ролика, тогда эта команда была бы неизвестной для консоли. Теперь слово track означает отслеживание. А что отслеживать пишем в конце. В моём случае файлы PNG. Если ты не знаешь, что такое звёздочка, отвечаю. Это выбор всех файлов. Не важно, какое там имя и потом точка и формат. Всё вместе значит, что берём все файлы с PNG формата. Если таких форматов много, то нужно каждый раз вводить такую команду. Но я никогда это не делал, потому что есть второй, достаточно удобный способ. Это добавление файла git attributes. В нём хранится просто список тех файлов, которые нужно отправить через LFS. В примере выше мы могли бы добавить этот файл пока как только одну строку для PNG формата. Вот так. Но я часто использую такой шаблон. Тут множество файлов, формата которых ты видишь. Этот файл можешь скачать по ссылке внизу. Забирай на здоровье. Помнишь, я говорил в первой части ролика, что хорошая практика, когда git ignore закидываешь как отдельный commit. Так вот, git attributes обычно закидывается вместе с ним сразу, как я и сделал в своём проекте. А после этого все мои модели или картинки могут учитываться уже с самой системой LFS и файлы станут занимать меньше памяти. Итак, тема LFS думаю закрыта, тут говорить больше не вижу смысла. Переходим к SSH. SSH это такой протокол как и HTTPS, через который мы как раз до этого и клонировали репозиторий. Клон репозитория можно делать и через SSH. Прежде чем приступить к разбору этого протокола, хочу сказать, что вообще есть четыре протокола. Ну так, для общего развития. Это локальный, HTTPS, SSH и свой протокол. Локальный, я думаю, тут понятно. Эта работа только локально на твоём ПК. Ничего в сеть не грузится, он только у тебя на диске. Свой протокол это использование вот такой команды. git-demon-export-ok. На самом деле, я не знаю, что тут ещё сказать, я просто этим не пользовался и не хочу давать ложную информацию. Если интересно, вводи команду и в сети найдёшь ответ. HTTPS это протокол, который, в принципе, постоянно мы используем. Он самый простой, даёт возможность скачивать данные, загружать их в репозиторий. Его можно настроить только на чтение. То есть, изменить что-то в проекте и запушить у вас не выйдет. Но у него есть ещё и минус. Он не очень безопасный и дольше работает, чем остальные, в плане скачивания или загрузки в репозиторий. А вот SSH даёт доступ на чтение и на запись. Он шифрует данные, что делает его безопаснее. Также работа с сетью идёт быстрее. В целом, это и делает его удобным. Минус, наверное, только один – это анонимность. То есть, ты не сможешь работать по такому протоколу анонимно. Чтобы пользоваться SSH-соединением, для этого нужен соответствующий ключ SSH-key. К созданию такого я и сам пришёл несколько месяцев назад. Раньше как-то не приходилось его использовать. Вот скрин с того реального проекта, где у меня не получилось использовать часть проекта, потому что нужен был ключ, который даёт мне доступ к удалённому репозиторию через протокол SSH. В проекте был использован Zanject. Потому сейчас тебе расскажу, как создать ключ, чтобы такая ситуация тебя не озадачила. SSH-key – это специальный ключ, можно сказать, даже пароль, который позволяет удалённому компьютеру понять, кто ты и какими правами на этот компьютер обладаешь. По сути, этот ключ заменяет привычный нам логин и пароль. Такой ключ разделён на две части. Одна называется приватной и должна всегда храниться только на твоём компьютере, а вторая часть ключа называется публичный. И эту часть уже нужно копировать, например, в GitHub для того, чтобы добавить этот ключ. Получается, что при обращении к репозиторию идёт сферка приватного и публичного ключей и даётся доступ, если всё верно. Давай теперь создадим такой ключ. У меня на рабочем аккаунте уже ключ добавлен, точнее их там два, так как часть времени пришлось работать с ноутбука, когда убегал на запад страны. Думаю, понятно из-за чего. А вот на втором аккаунте, который используют для YouTube, ещё нет такого ключа. Сейчас и добавим. И да, способ подходит под Windows, а как это делается под Mac, к сожалению, не подскажу, так как негде это испытать. Но думаю, эти процессы достаточно похожи. Итак, сама Windows не имеет встроенной поддержки SSH-протокола, поэтому для создания SSH-ключа нужен гид. Надеюсь, он у тебя уже установлен. Если нет, то смотри первую часть про гид. Вместе с ним ставится и консульное приложение, гидбаш. Запускаем его и вводим SSH-кеген, черточка О. Опция черточка О позволит сделать ключ более устойчивым ко взлому. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда желательно ввести пароль для ключа. Я же создам с этой опцией и на этом вот этапе, где можно ввести пароль для ключа, просто нажму ОК, то есть оставлю поле пустое. Таким образом, и пароль вводить не нужно, и ключ защищен. Как минимум, от взлома переборный. Или, может, знаешь этот способ под именем Брутфорс. Итак, у нас создалась папка с именем SSH по пути, диск C, пользователя, твое имя и папка SSH, точнее точка SSH. Внутри есть два файла, ID.RSA и ID.RSA.PUB. ID.RSA — это приватный ключ, который никому не передаем. А ID.RSA.PUB — это уже публичный, но это можно понять как раз по pub в конце названия, от слова public. Это содержимое можно уже передавать другим. В нашем случае копируем сейчас на сайт GitHub. Заходи в свой профиль, потом выбирай настройки и ниже SSH и GPG ключи. Потом нажимай добавить в ключ в категорию SSH, далее даем имя ключу, что это ключ от моего основного ПК. И ниже вставляем содержимое ключа, который скопировали ранее. И нажимаем добавить. Все, теперь у нас есть возможность получать доступ к репозиториям через данный протокол SSH. Чтобы проверить все ли работает, заходим в fork, потом в файл и конфигурация ключей SSH. Все, мы тут видим наш ключ и можем спокойно клонировать репозитории по этому протоколу. Или как я показывал в начале, ошибки в проекте, который имеет ссылки на другие репозитории по протоколу SSH пропадут. Что ж, надеюсь такие небольшие две простые темы тебе были полезны. Спасибо, что посмотрел до конца. С тебя лайк, подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые ролики. Аригато.